Мы продолжаем изучать JavaScript через практические занятия и делаем сейчас девятнадцатую задачу, которая говорит вывести таблицу умножения на экран 10 столбиков и 10 строк и сделать это с помощью таблицы динамичной. Динамично создать таблицу. Первая строка и первая колонка должна выделяться при хувере, наведении мышки на число. Выделяться и во вся колонка и вся строка. Так, давайте начнем с того, что сделаем простую таблицу умножения, потом будем уже ее усложнять. Мы начинаем с того, что мы делаем function. Пишем task 19, задача номер 19 и мы хотим сделать таблицу умножения. Что мы делаем? Штука таблица умножения. Мы бежим циклом for i от 1 до 10, от 1 до 10, включая 10. Это наши будут строчки и внутри этого мы для каждой строки будем делать, будем делать, для каждой строки будем делать столбики. То есть это строчки, а это столбики. Например, давайте напишем, это строчки, это столбики. И теперь, если мы выведем на экран, результат var res равняется пустоте в начале. И здесь мы скажем, что результат это плюс равно, мы накапливаем в него i, множенное на j, то есть строка первая, колонка первая, строка вторая, колонка вторая. Давайте только сделаем более красивую запись. Напишем, i, это значение умножить на j плюс равно, вот, i умноженное на j. В скобочках я делаю, чтобы он это вычислил. То есть я говорю, напечатай мне i, например, там 3 умноженное на 4 равно 12, предположим, 3 умноженное на 4. То есть я печатаю эта строка, этот столбик и когда мы заканчиваем все столбики, это все мои столбики и мы находимся, например, на третьей строке, побежались по всем столбикам. Мы закончили строку, мы хотим добавить здесь br. br. Вот. Чтобы он спустился на новую строку. Понятно, это простая таблица умножения. Бежим по строчкам, для каждой строчки делаем вот эту, эти все команды для каждой строчки. И внутри каждой строчки мы делаем, делаем 10 колонок. Давайте посмотрим, как это действительно работает и что это все работает, как мы ожидаем. Возьмем task 18, нажмем 19 и посмотрим, как мы сделаем task 19. Task 19. Давайте посмотрим, что это действительно работает, как мы и ожидали. Сделаем refresh. Task 19. Ой, ничего нету. Все застряло и ничего не работает. Что случилось? От 1 до 10. J от 1. А, видите, я забыл здесь поменять на J. Я здесь забыл поменять на J и он застрял внутри этого цикла. Он застрял внутри этого цикла. Очень жалко. Еще раз. Так. Да, J поменялся. Прекрасно. А, мы забыли res вывести на экран. Мы забыли в конце концов, в конце всех циклов, в конце этого главного цикла сказать, что $, скобочка, div, который называется res, его html будет переменная res. Я специально делаю jQuery, чтобы вы перестали его бояться. JavaScript, я думаю, что вы уже его не боитесь. Прекрасно. И что у нас получается на экране? В консуле я вижу, что нет ошибок. Получается таблица умножения. Только почему у нас 1 умножить на 1? Получается 11. А, это нет. Это 1. Здесь нет промежутков. Просто я промежутки забыл добавить. Поэтому это так выглядит ужасно. Так, давайте мы сделаем просто промежутки. Как мы сделаем промежутки? Мы в конце добавим плюс. И, не знаю, 1, 2, 3, 4 промежутка. Давайте хотя бы 1 добавим. Промежуток в конце и в конце. И еще в начале. То есть мы начнем с промежутка и закончим промежутком, чтобы было покрасивее. Но это не то, что у нас спросили. У нас спросили сделать как таблица. Да. 1 плюс 1 равняется 1. 1 умноженное на 2. 2. Например, 7 на 4 – 28. 10 на 10 – 100. Да, у нас таблица умножения сработала, но это выглядит ужасно. Ужасно. И мы хотим сделать это как таблица. Мы хотим сделать таблицу. Это то, что у нас спросили. Мы можем сделать обычную таблицу в HTML, но тогда нам надо будет делать 100 дивов. Например, мы хотим все сделать с помощью маленьких дивов или там. Нам надо будет делать 100 дивов. Мы не хотим делать 100 дивов вручную, 10 на 10. И каждому диву задавать айдишку вручную и все это делать вручную – это очень много работы. Или тдшки сделать, таблицу делать. Это очень много работы. Поэтому, что мы делаем? Мы открываем наш Google и пишем, что мы хотим JavaScript Dynamic Create Table. То есть мы хотим в JavaScript динамично создать таблицу. Dynamic Create. Динамик – это значит, что из JavaScript мы создаем таблицу. Возьмем какой-то пример, готовый с галочкой. Видите, здесь есть готовый пример. И будем относительно него как раз и его переделывать на то, что нам надо. С чего начинается пример? С того, что мы берем какой-то див. Мы берем и создаем новый элемент table. То есть, как будто мы в HTML создаем элемент table. Давайте мы перейдем сюда и начнем с того, что мы создаем элемент table. Мы создали переменную table указывать на новый элемент HTML table, который еще ни к чему не присоединен. Сейчас мы возьмем его и подсоединим к какому-то, например, элементу на экране. Так, мы берем OpenChild. Нам нужно сделать OpenChild. То есть, что мы делаем? Мы делаем так. Мы берем varrs.div равняется document getElementById в скобках res. Берем div результата. Вот. Взяли div результата. К этому div результату мы добавляем resdiv. Мы к нему добавляем к его HTML, делаем OpenChild на таблицу. Еще раз. Мы взяли и сделали переменную resdiv. Она указывает на наш div с результатом. Прекрасно на экране. Теперь мы создаем переменную table, в которой будет сидеть новый элемент, который просто в воздухе. Он просто там в воздухе и он ни к чему не подсоединен. Этот элемент table. И мы его следующей строчкой подсоединяем, делаем OpenChild и берем этот элемент и встраиваем внутрь нашего результата. Давайте посмотрим, как это происходит. Потом мы продолжим дальше, конечно. Но давайте начнем с того, что мы посмотрим, как это происходит на данный момент, перед тем, как вы меня потеряете. Мы идем на F12, делаем Refresh. Делаем дебаггер здесь. Мы хотим здесь дебаггер включить. Refresh. Открываем окошко побольше. Это двигаем вниз. И дебаггером заходим в task 19. И теперь мы двигаемся вниз. Refresh равняется пустоте. GetElementById. Мы получаем, видите, переменные res.div смотрят на div с айдишкой res. Видите, div с айдишкой res. Сейчас мы создаем элемент table. Table указывает на table. Заметьте, что сейчас в результате, в res.div, это то, что я вам хочу показать. Смотрите. В нашем divе результата еще ничего нету. То есть ту таблицу, которую мы создали, мы ее создали в воздухе, в памяти. И когда мы возвращаемся на source и делаем append child, вот эту вот команду append child, мы берем переменную таблицу и добавляем ее к результату. К divу. Опа. Мы ее добавили. Смотрите, что произошло. Внутри divа появилась таблица. Вот этой таблицы там не было секунду назад. Это append child. То есть мы создали этот элемент table и добавили его в res. То есть мы создаем элемент в памяти и потом его добавляем, этот элемент добавляем в другой существующий элемент на экране, чтобы он появился. Без этого он будет только в памяти и нигде не будет появляться. То есть мы создали элемент таблицы. Дальше. Теперь нам надо создавать строки. Где наши строки. Мы делаем то же самое. Делаем tr. Внутри table есть строка. tr. То есть table, в нем есть tr, а внутри есть колонки. То есть мы идем и внутри цикла создаем новую строку. Создали новую строку. И теперь после того, как мы создали новую строку, мы берем наш table и делаем ему append child на tr. То есть еще раз. Мы создали новую строку в памяти, ни к чему ее не прикрепили. Потом берем элемент таблицы и добавляем к нему эту нашу новую строку. После этой команды у нас появится новая строка внутри таблицы уже. То есть мы создали таблицу, подсоединили ее к его результатам. Потом внутри этой таблицы мы к ней подцепили новую строку. Теперь внутри строки мы цепляем, внутри строки мы цепляем новую колонку. Заметьте, что это делаю в цикле. Потому что мне надо будет, то есть я к строке цепляю колонку. Теперь я внутри строки 10 раз в каждой строке буду цеплять переменная колонка и цеплять ее к строке. То есть у меня будет в одной строке 10 колонок. Потому что я это делаю внутри цикла. И теперь мы внутри этой тдшки, если вы можете посмотреть, мы также можем создавать текст элементы, элемент текста. Это называется создать что-то динамично во время runtime, во время работы из JavaScript. То есть он берет и создает текст. Вот. А наш текст, это будет как раз вот здесь вот будет. Давайте мы это сделаем. Текст. Var text1. Вот. Знаете, что нам даже не нужен текст 1. Мы просто возьмем все это и поставим вот это все сюда. И здесь просто напишем i умноженное на j. Я думаю, нам этого хватит. i умноженное на j. И все. То есть у нас в тексте будет там число i умноженное на j. И это будет как текст. И текст мы будем добавлять сюда. Прекрасно. Мы сделаем сейчас рефреш и посмотрим, как это все работает строчка за строчкой. Не беспокойтесь, мы сейчас будем все это смотреть строчка за строчкой. Так. Команда за командой. Мы видим, что мы создаем пустой элемент в памяти. Видите, на экране еще ничего нет. Теперь эта команда берет наш div и добавляет ему table. До того, как мы это делаем, в нашем div ничего нет. Перемене заполнимarto. Не предупредим serpent. Мы сейчас исполним эту команду.